Всем привет и добро пожаловать на мой канал Татьяна Love Nails. В этом видео я вам покажу свое рабочее место мастера маникюра. Это рабочее место я организовала в отдельной квартире, не там где мы проживаем, для того чтобы мне и клиенту было комфортно и домашние дела не мешали. Стол у меня довольно таки высокий, он метр высотой. Сейчас мы подойдем поближе к столу и все подробно рассмотрим. С этой стороны мое рабочее место. Внизу также сделаны подножки для меня и для клиента. Я решила приобрести барные стулья для того, чтобы человеку с любым ростом было комфортно. По бокам стола у меня находятся стандартные две лампы с круглым плафоном. У меня встроенная вытяжка Verox. Вы знаете, встроенная вытяжка это очень удобно. Вот таким образом я организовала систему выхода воздуха. Все необходимые переходники для выхода воздуха я приобретала в обычном строительном магазине. Покажу вам, как у меня под столом организовано подключение всех приборов. На столе у меня нет никаких ненужных и лишних проводов. Все аккуратно и компактно собрано под столом. Все провода спрятаны в кабель-каналы, чтобы смотрелось это максимально эстетично. Система вентиляции от вытяжки у меня установлена максимально аккуратно, нет никаких зазоров. Ширина моего стола 55 сантиметров. На столе имеются подлокотники для меня и для клиента. Широкая подушка, сама вытяжка. Подушка очень удобная, мягкая. Она немного закрывает логотип Verox. Устанавливала я ее не так, как рекомендовали, а так как было удобно мне. Здесь у меня подключение для двух ламп, а также подключение для аппарата. Аппарат стронг оригинал. На столе старалась разместить все максимально компактно. Здесь у меня салфетки безворсовые, здесь ватные шарики микробраши и ватные палочки с тонким кончиком. Далее жидкость для снятия гель-лака, обезжириватель. Здесь у меня всевозможные скребки, подставки для кистей и много всякой полезности, которая нужна мастеру. Разнообразные кисти, кусачки, пинцеты, ручка для записи, также силиконовые кисти. В общем, все, что должно быть под рукой. Также чуть дальше расположилась только для ватных дисков и мини-мусорка. Поскольку маленькая мусорка на столе, мне очень удобно. Чуть выше расположилась небольшая полочка, на которой стоит держатель для бутыльков. Далее здесь праймеры, топы, базы, камуфлирующие базы. Все, что должно быть под рукой. Также имеется и ремовер. Чуть выше у меня стоят часы и три бутылька с водой, спиртом и антисептиком. Далее на полочке у меня поселились капромин и эндоджи, одноразовое полотенце, масло для рук и кутикулы, средства для обработки поверхностей бансалар и лаки для стемпинга. Здесь я себе поставила белые и черные лаки для стемпинга. Затем у меня идет коллекция лаков для стемпинга калейдоскоп. Посмотрите, какая красота! Чуть ниже на полочке у меня стоит лаки для стемпинга Бьюти Биг Бэнк, Бон Претти, Мойра и два бутылька Атлина. Чуть ниже на полочке расположились лаки для стемпинга Мунда Де Унис, Хару Нолта, Клэджелли Стемпер, Юашуга, Лула. Абсолютно разнообразные торговые марки. И это далеко не все лаки для стемпинга, которые есть у меня в коллекции, поскольку часть лака для стемпинга я оставила на блогерском месте. Далее идут небольшие полочки. Здесь у меня стоит простеризованный инструмент, а также скотч, чтобы очищать штамп после стемпинга. Чуть ниже в этих двух коробочках у меня живут большие пластины для стемпинга. Вот таким образом они разместились в коробочке. Я не заполняла коробочки полностью для того, чтобы была возможность перелистывать и просматривать пластины. Здесь у меня пластины Клэджелли Стемпер. Здесь их много, они интересные, многослойные. К сожалению, никак не доберутся руки снять вам обзор. Эти коробочки очаровательно поместились одна с другой и большим пластинам, поверьте, там очень комфортно. Полочкой ниже у меня стоит коробочка, в которой живут новые пилочки, бафики и апельсиновые палочки. У каждого клиента у меня свой инструмент. Апельсиновая палочка, бафик и пилочка. И хранится он отдельно в индивидуальном пакете. Чуть позже я вам покажу, как я их храню. Еще чуть ниже перчатки, маски, а также щетки для маникюра. Мне очень нравятся щетки рыбки. На самом нижнем ярусе у меня лежат обычные стандартные жесткие щетки, которые можно одевать на палец, но мне они не нравятся. Мне больше нравится работать с рыбками. Они очень нежно и бережно очищают пальчики клиентов от пыли. Сейчас мы быстренько пробежимся по выдвижным ящикам. Они у меня невысокие и при этом их 9 штук. Расположены они у меня с одной стороны, поэтому их ширина 60 сантиметров. Они очень вместительные. Конечно, что может храниться у меня в первом ящике? Конечно же, пластины для стемпинга. Что может храниться под рукой у стемпоголика? Кстати, я отражаюсь в пластинах и передаю вам большой привет. Я немного изменила систему хранения. Обзавелась вот такими пластиковыми боксами. В них классно помещаются пластины для стемпинга. Я их поставила для того, чтобы вам показать, как они у меня будут храниться в будущем. Я рассортирую их по тематикам и такое хранение, поверьте, очень удобно. Мне это намного удобнее, чем холдеры. Единственный холдер, который я оставила, это от пластин Мойра. Второй выдвижной ящик и здесь у меня гель-лаки. Гель-лаки от Фиоры, гель-лаки Джилайк. Далее топы, базы, гели. Также гель-лаки. Здесь разнообразные баночки с красками, акриловой пудрой, разнообразными блестяшками от Роза Линд. Чуть дальше поселились магниты, типсорез, палитры для смешивания чего-нибудь интересного. Очередной выдвижной ящик и в нем также гель-лаки. Также имеются отдельные пупырки. Их я заказывала как на сайте Алиэкспресс, так и покупала в местном строительном магазине. Типсы для наращивания, которыми я не пользуюсь. Спонжики запасные для втирок. И также разнообразные баночки и всевозможные цветники. Очередной выдвижной ящик и здесь сорочие царства. Здесь живут стразы, декоры, а также штампики. Стразы у меня большое количество. Не знаю, есть ли смысл показывать все. Быстренько прибежимся. Стразы, декоры, также бульонки. Это не металлические, просто цветные. Стразы всевозможных оттенков цветов. А также всевозможных форм. В таких ячейках очень удобно хранить. Все сразу видно. Также здесь еще разнообразные снежинки, меланджи, пайетки. В общем, все, что есть у меня в таких кейсах, живет в этом выдвижном ящике. И вот такие стандартные боксы для страз, которые также практически заполнены. Здесь у меня еще есть немного страз, которые нужно рассортировать. Как всегда, на это не хватает времени. Очередной выдвижной ящик. И здесь у меня хранятся все блестки, втирки. Все они подписаны, пронумерованы. И далее я вам покажу две книжки, в которых имеется выкраска всего того, что здесь вы видите. Лоток-разделитель, который стоит внутри, я взяла с прошлой тумбы. Но, как вы видите, и его оказалось мало. В некоторых ячейках все расположилось с горкой. Очередной выдвижной ящик, если так можно сказать, мой. Здесь у меня хранится книга, в которой я веду запись своих девочек. Также верхние формы, нижние формы, полигели, ручки, записные листики, а также очаровательная кисть единорог. Здесь у меня ножнички. Эти ножнички я купила, можно сказать, по своей невнимательности. Они для левшей, я не посмотрела и их приобрела. Хотя этими ножницами удобно стригать себе кутикулу на правой руке. Также здесь запасные кисти, комплекты блесток, которые никак не выкрашу и тому подобная мелочь. В очередном ящике у меня поселились акварельные капли, как с шиммером, так и без него. Больше в этом ящике пока никто не живет. Вот так организован стол с обратной стороны. Стоит сертификат о курсах, которые я заканчивала. Комби-маникюр плюс покрытие гель-лаком. Небольшая копилка с прикольной надписью «Мастером на чай». Мне эта копилка очень понравилась. Она с покрытием антистресс. Далее две лампы, прайс и корзинка с палитрой. Чуть позже мы ее рассмотрим. Далее чуть ниже расположились папки. Эти папки я вам показывала. В них живет фольга и слайдеры. Далее папки палитры с разнообразными блесточками, тирками и декором. Здесь типсы с дизайнами, а также альбомы для фотографий, в которых живут наклейки. И еще чуть ниже живет подставка для сумочки клиента. Если клиенту необходимо, он может воспользоваться ей. Корзинка с палитрой. Палитра у меня более 350 цветов. Честно говоря, после 350 я уже сбилась со счета. Все типсы аккуратно оформлены. Наклейки я делала самостоятельно. Также наклейки у меня есть и в моей группе ВКонтакте. Вы можете зайти в группу, скачать их, заполнить как вы хотите. Затем распечатать на специальной клеевой бумаге. Либо сделать как я. Я воспользуюсь тонким двусторонним скотчем. Палитра большая, разнообразная. Торговых марок здесь много. Кольца для типс. Я использую совершенно другие. Мне нравится, когда у них большой диаметр. И количество типс на них можно разместить больше, чем на стандартном маленьком колечке. Слайдеры, как и фольга, хранятся у меня в файлах формата А4. Эти файлы разделены на 9 равных частей. Единственное, кармашек у них только с одной стороны. Такое хранение мне очень удобно. Сразу на большом листе можно рассмотреть тот или иной фрагмент и найти необходимую деталь, нежели в каком-то маленьком формате. И, как вы понимаете, эти папки постоянно пополняются. Вот эти папки палитры вы могли видеть уже в одном из моих видео. Я немного их пересортировала. В одной из них у меня живут хлопья и втирки. А во второй папке у меня живут блёстки, посыпки, некоторые объёмные декоры. Всё видно, как на ладони. Вот таким образом я храню типсы с дизайнами. Я их склеила между собой. Получилась такая своеобразная палитра. Новогодние дизайны. И здесь типсы, на которых я проводила тестирование разнообразных пластин. В обычном альбоме для фотографий из магазина FixPrice у меня живут наклейки. В таком альбоме они себя чувствуют очень хорошо. Также в шкафу я себе выделила несколько полок, в которых у меня хранятся расходные материалы. Фильтры для вытяжки. Кстати, для вытяжки я использую самый обычный синтепол из магазина тканей. Далее это расходные материалы, жидкости, антисептики, салфетки. Вот здесь вы можете видеть корзинку, в которой хранятся пилочки каждой девочки. Чуть выше также это расходные материалы, файлы для хранения слайдеров, также еще салфетки, заготовленные ватные шарики, типсы, держатели для типс, коробочки. В общем, всякое всячино. После завершения процедуры маникюра каждому клиенту я даю памятку, а также пилочку. Вот в таком лотке они живут. Пилочки разных цветов и клиент выбирает тот цвет, который ему больше нравится. Вот таким образом я оформила памятку для клиента. Хочу еще показать вам свою помощницу, ультразвуковую мойку, которую я установила на кухне. Удобно, что это мойка со сливом. Сразу установила возле раковины. Если необходимо сменить дезер раствор, делается это очень быстро. Она проста в управлении и, что еще очень удобно, у нее съемная крышка. Вот таким образом я раскладываю инструменты. Всего у меня 4 комплекта инструментов. На данный момент здесь у меня 3 комплекта и один комплект вы видели простерилизованный в крафт-пакете возле рабочего места. Фрезы у меня керамические с синей красно-синей насечкой, также пламя красно-синее, шарик красно-синий и с синей насечкой усеченный конус. Также полировщик. Изначально я не знала, с какими ножничками мне определиться. Я приобрела трое ножничек Zinger и одни Stalix. Двое ножничек у меня 1343 Salon от Zinger, 1303 одни и ножнички Stalix Pro Smart 20-1. Здесь же я себе выделила выдвижной ящик, в котором у меня живут крафт-пакеты и ручка. Обычно всю необходимую информацию я подписываю с обратной стороны пакета. Вот такой очаровательный передник я одеваю, когда работаю с клиентами. На нем есть маленькая очаровательная фишка. Вот такой маленький аккуратный очаровательный брелок в виде бутылька с лаком. Какая же прелесть! Мне кажется, он как нельзя стать и сюда подходит. Именно поэтому я его заказала. И вот еще раз целиком и полностью мое рабочее место. Спасибо, что это время провели со мной. Всего хорошего! Увидимся!